Для чего вообще мы смешиваем, для чего мы, собственно говоря, делаем смеси? Ну, считается, что у смеси больше возможностей использования, чем у мономаси. Значит, приведу небольшой такой пример. Допустим, у нас есть три масла. Иланг, иланг, да, у нас есть, у нас есть лайм и, допустим, у нас есть сандал. Это будет пример у нас из области косметологии. Значит, если мы возьмем все эти три масла по отдельности, по их воздействию на кожу, что у нас получится? Иланг, это синтез коллагена, это молодость, да, это гормональный фон. Сандал, это мелкие мимические морщинки, да, мелкоморщинистый тип старения, да, с ним будут работать. Вот и лайм, это та ситуация, когда кожа начинает обвисать, да, там, допустим, вот область брыли, да, вот это вот все, вот, или если женщина худела резко, у нее тоже поплыл овал лица, то есть какие-то вот такие вот моменты. Три равноценных масла с тремя очень разными действиями. Если мы их смешаем, вот, то, соответственно, вот это вот возможности использования у нас станут шире. То есть если в нашем лице есть, то есть мы видим, что как бы лицо потеряло упругость, да, это раз, а у нас появились мелкие морщинки, это два, и поплыл овал, это три, вот, то как раз вот такая вот смесь будет работать. И в этой смеси, ну, если примерно как бы все вот эти вот дефекты, да, с которыми мы хотим поработать, они присутствуют, в данном случае мы берем масел породную. Вот, то есть смесь, она более многофункциональна, скажем так, чем одно масло. Это вот, ну, один аспект такой, да. Вот, потом считается, что смеси нужно меньше, да, чем мы бы взяли мономасло. То есть масла усиливают друг друга. Значит, почему нам не всегда подходят готовые смеси, да, почему они не всегда годятся под наши задачи, что, скажем так, могут сделать смеси, сделанные своими руками, что они сделают готовые смеси. Значит, бывают такие ситуации, например, когда у нас есть какая-то конкретная задача, и мы подобрать под нее смесь не можем. У нас может быть задача по эмоциям, там, например, общение с каким-то тяжелым человеком, да. У нас нет такой смеси в линейке Дутера, да, чтобы пойти нанести ее на себя и пойти общаться с тяжелым человеком, и при этом мы чувствовали себя комфортно. Таких смесей нет. Или, например, смесь для того, чтобы располагать к себе, опять-таки, да, там вы идете на встречу с потенциальным партнером, да, вы хотите им понравиться, вот, и, конечно, такую смесь желательно составить под себя. То есть какая-то узкая, узконаправленная задача, под которую готовой смеси нет. Это раз. Вот второе. Очень часто такое бывает, что какой-то компонент смеси нам не нравится, да. То есть мы понимаем, что смесь полезная, что она нам нужна, что она решит наши задачи, но вот нет и все, да, мы ее не принимаем. Часто достаточно вот бывает такое, например, с гормональными смесями, тот же кларикалом, сиренити, да, то есть я сталкивалась с тем, что, ну, не нравится и все. И вот хоть ты что-то сделай, да, например, приходит девушка с проблемой бесплодия, да, или с проблемой, когда начинается ранний климакс, я понимаю, что, как бы, здесь кларикалом хорошо, но не нравится и все. И тут в этом случае нужно составлять уже смесь индивидуально. Вот. Третий момент. Те, кто с курса по тестированию, вы уже знаете, что ресурсные смеси мы делаем по результатам тестирования. То есть нам нужно понять вообще вот из выбранных фаворитов клиентам, это все сочетается или все это, ну, не сочетается вообще никак, и лучше эти масла использовать отдельно. То есть очень часто у меня, например, ученицы, да, вот такую ошибку делают, например, фавориты, там в фаворитах какая-нибудь там смесь, несколько мономасел совершенно разнонаправленных, вот, и ученики берут и прямо все это пихают в одну смесь или в одни ресурсные духи, вот, не понимая, что лучше бы это было все использовать отдельно. То есть вот такие вот есть случаи, такие есть ситуации, когда, когда готовую смесь мы взять не можем. При всем разнообразии готовых смесей, ну, не подходят они нам и все, да. Вот поэтому, собственно говоря, вот эта вот тема смеси, она становится для нас такой актуальной.